Всем привет! Вы на канале Роман с Хоккеем, и я к вам с новым выпуском новостей, где расскажу про состоявшиеся трансферы и обмены, про впечатляющие трансферные слухи, новое место работы Леонида Вайсфельда и другие важные новости, а еще, конечно, про то, что такого в Перми сказал про хоккей Владимир Путин. Прожимай лайк и погнали смотреть! Начнем с того, что уже объявлено официально, а именно с нового контракта Михаила Гуляева с Авангардом сразу на три сезона. Напомню, что этим летом Колорадо выбрала Михаила Гуляева на драфте НХЛ под общим 31 номером. Михаилу всего 18 лет, но уже сейчас видно талант, мастерство и упорство. У него уже постоянное место в Авангарде и есть все возможности уехать в НХЛ по примеру состоявшихся игроков по типу Панарина, Капризова и Кузьменко. Отдельно надо отметить руководство клуба и Антона Курьянова, которые смогли найти аргументы и договориться со стороной игрока. По данным Спортэкспресса, зарплата игрока в первом сезоне будет 7 миллионов, затем 13 и заключительный год 18 миллионов. Поздравляю все стороны и болельщиков Авангарда. Гуляеву только удачи. А как вам этот трансфер? Пишите в комментариях. Перемещаемся на запад. Северсталь провела очередной обмен с ЦСКА. На этот раз активом данного обмена стали спортивные права на словацкого защитника Кристиана Яроша. Минувший сезон Кристиан начинал в составе Авангарда, а затем перешел в ЦСКА. На счету защитника 40 матчей в регулярке и 12 набранных очков. Кристиану в прошлом сезоне мешали травмы, и я часто слышу, что он хрустальный игрок. Очень жаль. Я помню, как видел его в Делино позапрошлом турнире в Сочи летом. Он показался сильным, габаритным и с хорошим щелчком. Прочитал, что он подпишет контракт сразу на два года. Это смелый шаг со стороны клуба, но если предположить, что он будет здоров, то он однозначно поможет в Северстале, добавит этой замечательной команде баланса и укрепит линию обороны. А как вам этот ход в исполнении Северстали? Сыграет Ярош или нет? Торпеда и Адмирал тоже произвели обмен. Нижегородцы получили права на защитника Даниила Мироманова. В приморский клуб переходит нападающий Кирилл Максимов. Также дальневосточники получат денежную компенсацию. Мироманов вообще был нападающим. Как-то летом приехал в тренировочный лагерь и в нем Лорионов разглядел защитника. Сейчас Даниил травмирован и находится в системе Вегаса. Не знаю, приедет ли он в этом сезоне до дедлайна или только в следующем, но очевидно, что такой обмен не сделан без какого-то плана. Так что посмотрим и понаблюдаем, что будет в будущем. Авангард и Павел Куликов расторгли контракт по соглашению сторон. Нападающий присоединился к Комскому клубу в межсезонье. По ходу чемпионата принял участие в девяти играх, но не набрал ни одного очка за результативность. К сожалению, Павел проиграл конкуренцию. И в этой ситуации логичное решение. Куликову нужно попробовать найти себе команду и постоянно играть. Возможно, вы удивитесь, но Куликову 31 год и за его плечами уже 526 матчей в КХЛ. 9 сезонов в «Нефтехимике», 3 в «Автомобилисте», в которых он набрал 102 очка. Но самое интересное касается возможного трансфера Алексея Марченко в «Акбарс». Об этом 19 октября написал Артур Хайрулин в своем телеграм-канале. Марченко 31 год. Он поиграл в НХЛ. Выиграл Олимпиаду со сборной в 2018-м, в 2019-м кубок Гагарина в ЦСКА. Потом перешел в «Локомотив», а в прошлом сезоне «Защитник» провел за команду всего 22 матча в регулярке. В плей-офф сыграл во всех 12 играх, но все равно не был похож на себя и в регулярке сыграл очевидно мало. А зарплата у Алексея в прошлом сезоне была аж 75 миллионов рублей. Это был один из самых высокооплачиваемых игроков обороны во всей лиге. А этим летом Марченко неожиданно расторг контракт с «Лока» прямо перед началом нынешнего сезона и сосредоточился на своем здоровье. Летом я интересовался будущим Марченко, думал, может это какой-то хитрый ход с расторжением из-за большого контракта. Но из разных источников слышал, что нет, вопрос только в здоровье и сейчас Марченко не ищет клуб. Но после поста Хайрулина на следующий день многие подтвердили эту информацию. И если Алексей решил свои вопросы со здоровьем, то это безусловно качественное усиление для обороны Акбарса. Ждем официального подтверждения, а вас пока прошу написать свое мнение по поводу этого приобретения казанцев. Еще одно интересное подписание произошло уже не с хоккеистом, а с известным функционером, бывшим судьей, генеральным менеджером клубов КХЛ и известным экспертом на нашем ТВ Леонидом Вайсфельдом. Леонид Владленович подписал двухлетний контракт с Питцбург Пингвинс на должность про-скаута клуба, о чем эксклюзивно сообщил изданию «Спортэкспресса», в котором последние годы каждую неделю выходил в эфир вместе с журналистами Шевченко и Зислисом. Леониду Владленовичу хочу пожелать удачи на новом месте. Я всегда с удовольствием слушал и смотрел передачи с его участием. Однозначно буду скучать и ностальгировать. А если вы любите дядю Леоню, то прожимайте лайк этому выпуску прямо сейчас. А я хочу сказать, что этот выпуск подготовлен при поддержке букмекерской компании Фонбет и по специальному промокоду Рома Хайкея вы можете получить фрибет размером 2000 рублей. Для этого нужно скачать приложение или перейти на сайт. Подробности по ссылке в описании. А также помните, что все матчи чемпионатов Фонбет КХЛ можно смотреть по подписке Яндекс Плюс на сервисах КХЛ. Ссылка тоже в описании. Теперь к тренерским новостям. Илья Воробьев в ближайшие дни отправится в Канаду для работы в клубе МХЛ Ванкувер Кэнекс. Воробьев будет работать в штабе Ванкувера на трех ближайших домашних матчах команды против Сент-Луиса, Рейнджерс и Нэшвилла. Российский специалист не будет стоять на тренерской лавке, но поможет в разборе видео и тактике команды. Решение о том, будет ли Воробьев работать в штабе Кэнекс на постоянной основе, еще не принято. Ранее сообщалось, что Ванкувер проявляет интерес к Воробьеву, включив его в шорт-лиз кандидата в тренерский штаб. Пока это выглядит как стажировка или испытательный срок, но в любом случае это очень круто. И я рад за Илью Петровича. А вы? Главный тренер Торпедо Игорь Ларионов получил денежный штраф в размере 300 тысяч рублей за обсуждение работы арбитров по итогам домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против Сибири. Наибольшее обсуждение в той игре вызвали два эпизода. Силовой прием выполненный Николаем Прохоркиным против Василия Атанасова, а также незасчитанный гол Игоря Ларионова-младшего во втором периоде. Не люблю говорить про судей, но эпизод с ударом Прохоркина против Атанасова возмутил и меня, о чем я сразу написал в своей телеге. Обязательно подписывайтесь по ссылке в закрепленном комментарии. Слава богу, Василий смог продолжить игру и не получил серьезную травму. А что думаете вы по этому эпизоду? И по штрафу Игоря Николаевича. Ренат Баширов в своем телеграм-канале выложил пост, связанный с травмой новичка команды Джоша Лива, который не поехал вместе с командой на выездную серию. Матч с Акбарсом уже 2 ноября, значит где-то две недели уйдет на восстановление. Можно сказать, обошлось. Я уж думал совсем все серьезно. А то болельщики Салавата стали проводить параллели с Хосенгом и присылать мне вот такие фотографии. Искренне надеюсь, что Джоша Лива в Уфе ждет другая судьба, чем его предшественника Джоша Хосенга. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Определены хоккеисты, которые примут участие в матче звезд КХЛ в Санкт-Петербурге. Болельщики выбрали 16 хоккеистов по 4 из каждого дивизиона. Больше всех очков набрал Василий Атанасов, за которого проголосовали сразу 2560 человек. За Николая Голдобина, который является лучшим бомбардиром и ассистентом Лиги на данный момент, чуть меньше 2419. Следом журналисты выбрали еще 12 хоккеистов. И здесь выбор более интересный. Оставшиеся хоккеисты будут выбраны Лигой. Напомню, что фонбет матч звезд КХЛ в 2023 пройдет 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге на новенькой арене. Я тоже голосовал и как болельщик, и как СМИ подробности своего выбора описывал в своей телеге. Очень рад за Аймурзина, Коростелева и Лихачева. Конечно, я очень хотел, чтобы поехал Артем Лукаянов и Григорий Панин, но протащить их на уикенд пока не получилось. А за кого голосовали вы и кого вы бы хотели видеть в Санкт-Петербурге? И, наконец, последняя новость, касающаяся выступления Владимира Путина. Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта. Там он одобрил предложение сделать 2024 год годом спорта. Еще Путин пообщался с главой Федерации хоккея России Владиславом Третьяком. Тот попросил президента уделить внимание показу спорта на федеральных каналах. У Владимира Владимировича была и ответная просьба. Вам вместе со специалистами из Минспорта надо, я уже много раз об этом говорил, надо понять, что нам делают с этими сдельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат там за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес. Причем бизнес не всегда отрегулированный, так скажем, и не всегда благородный. Вот поэтому, я уже много раз говорил, мало чего делается в этом плане. Я и Минспорт хочу попросить вернуться к этому вопросу, но и с Федерацией тоже. Зависимость там большая, деньги крутятся не маленькие, а ущерб это нам наносит очевидный. То есть и правовые должны быть определенные рамки и гарантии. И для государства, и для участников всей этой деятельности. Это высказывание Владимира Владимировича хоккейное сообщество подхватило сразу. Об этом написали и высказались многие издания и эксперты. Как мы с вами понимаем, президент страны никогда просто так ничего не говорит. И очевидно, что в своем обращении он имел в виду хоккейных агентов, которые увозят молодые дарования из страны. Важно, как мне кажется, не слова Путина, а то, что последует за ними, какие решения будут приняты. Возьмем недавний пример. Вспомните решение Минспорта по сокращению лимита на легионеров. И вспомните, что было дальше. Этим же самым легионерам мы стали выдавать наши паспорта, чтобы они не считались легионерами. Возможно, речь президента шла не об относительно взрослых хоккеистов, которые уже имеют контракты с профессиональными клубами и которые хоть как-то защищены. А о юниорах, которые действительно уезжают раньше, даже не успев принести пользу организациям, вложившим время и деньги в их воспитание. Клубы не получают ничего и лишаются выращенных талантов просто бесплатно. Возникает вопрос, зачем вкладывать деньги в школы, если выгоду будут получать клубы и агенты, представляющие Северную Америку. Видимо, в этой части нам остается наблюдать за принятыми решениями и их эффективностью. Если говорить о моей позиции по поводу отъезда молодых, то она проста и понятна. Я считаю, уезжать нужно готовыми и взрослыми. Сейчас нет сборных, и мы не можем видеть уровень наших игроков на фоне Канады, США, Финляндии и Швеции. Практически все, кто уехал за последнее время, проходили через фармклуб, а многие оттуда так и не выбрались. Понятно, что сценариев успешной карьеры в НХЛ великое множество, в том числе через все низшие слои североамериканского хоккея. Но, как правило, если ты чего-то стоишь, то ты сможешь показать себя и у нас в стране, и позднее на этом багаже уехать в НХЛ. А что вы думаете по поводу слов президента? Какие будут приняты решения? И поможет ли это нашим молодым хоккеистам? На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Если все понравилось, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь ко мне в телегу. Там еще больше контента про хоккей. И, конечно, самое главное, не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok